Будак Нью, мексиканский, с лаймом и перцем хабанеро. Необычное. Пахнет жареными гвоздями. Те-те-те самыми. И получилось довольно хорошая лапша. Всем привет, дорогие мои друзья, подруги, товарищи, братья, сестры, мамы, папы, бабушки, дедушки, дочки, сыновья, внучата и их племянники. Сегодня у нас очередной доширачим на канале Прокушев Ест. И сразу же поздравлю топовых бустеров деда Антона Мангелева, Юлия Соколова, Павла Петрова, Архмана, Женю Маменкова, Владислава Александровича. Давайте еще накидайте мне топовых бустеров. Станьте ими, станьте ими. Ссылка в описании есть. Можно и не топовый, можно просто донатик мне какой-нибудь послать. Я буду вам благодарен от всего моего сердца. Две лапши сегодня, как у нас в большинстве случаев бывает. Одна какая-то китайская штука, я не знаю, честно говоря, что это. Увижу, иду в магазине, смотрю, стоит. Думаю, вроде еще не пробовали, дай-ка возьму. Дай-ка возьму, конечно, и открою сейчас, и посмотрю, что там. А там у нас красота. Там у нас такая большая, толстая, вот такая красивая лапша. Там у нас пакетик с какими-то травами. Там у нас пакетик с уксусом, скорее всего. Там у нас пакетик с какой-то сухой приправой. И еще один пакетик, на котором нарисован горшочек. Горшочек, вот такой китайский горшочек. И все это, еще и вилка есть. Вилка китайская, традиционная. Вот с вилочного завода номер один. Лучшие, лучшие вилки на рынке вилок. Но все это естся без бульона, поэтому я сейчас выложу туда лапшу. Она такая тоже. Засыплю туда вот этот сушняк, потому что его потом, он остается сухим, если сейчас не засыпать. Залью кипятком. Накрою крышкой. И перейду к лапше, которое, скорее всего, вы увидели на обложке. И ради которой мы, собственно, здесь и собрались. Новый будак, господа. Будак Нью, мексиканский. С лаймом и перцем хабанеро. Если что, из всех перцев, которые не выведены искусственно маньяками какими-то, которые хотят убить человечество через мумбу-юмбу. Хабанеро самый острый в мире перец. Поэтому будет весело. Давайте откроем, посмотрим. Хотя я знаю, что там, там два пакетика, как во всех булдаках. Их! Вот такая лапшичка. Красивая, толстая, милая. Изрядная, я бы сказал, такая. И пакетик у нас с сухарями. И пакетик с соусом булдак. Естся, это, конечно, тоже без бульона все. Но мы сейчас пойдем и будем это все варить. Короче, вот мы собрались варить. Руслан, все и Патрика, чтобы хоть что-то было необычное. Патрик, лапшу не будешь. Не будешь же ты лапшу. Потому что мы ее будем варить. Просто кладем и на 5 минут. Ой, что-то я... Извините. На 5 минут все. Потом зальем соусами и будет готово у нас лапша. Прошу прощения у всех моих подписчиков. Я забыл засыпать в овощи сухие при варке. И засыпал за кадром. Уж извините. Но я думаю, представляете, как это выглядит. И плохо представляю, какое бы я мошенничество мог с этим совершить. Хотя народ пишет, что Руслан специально не снял момент закладки тушенки мавр. Чтобы я в это время повыкидал оттуда тушенку. Что типа вот... Была-то полная миска мяса. А на сковородке ни хера не осталось. Так в том-то и прикол, что оно тает. Понимаете? На сковородке. Я его для того туда и пихаю. Потому что если его не греть, один объем получается. Если разогреть, два. Вот. А сейчас я просто размешиваю лапшу. Налил соус. Хабанеро лайм. И вот у нас получился булдак. Все, сейчас к салу пойдем есть. Давайте вот хабанеро все уже готово. Давайте заправим вторую нашу лапшу пока. Я хочу, чтобы она чуть-чуть подостыла. Потому что она супер горячая. Она еще и острая наверняка. Так, это у нас уксус, как я и предсказывал. Это у нас что-то сухое. И это у нас соус. Пахнет жаренными гвоздями. Те-те-те самыми из серепашек ниндзя. Не хочешь ли ты жареных гвоздей? Не гвоздями, конечно, носками пахнет. Жареными носками. Тоже весьма экзотическое блюдо. Если вы думаете, что я что-то напутал опять, то... Блин, а где это? Это, наверное, на крышке было. Крышку я уже выбросил. Значит, тут была картинка, что вот с бульоном, типа, и перечеркнуто. Так не едят. Едят без бульона. Да, вот распространяется тот запах жареных носков. А вы знали, что жареные гвозди – это бутерброды с колбасой? Жареные гвозди – это бутерброды с колбасой. Кстати, на вкус удивительно неплохо. Кисло-сладкое, почти не острое. С привкусом действительно чего-то жареного, потому что... Соус был, видимо, все-таки стир-фрай. Запах вот этот носочный ушел сразу же почти. И получилась довольно хорошая лапша. Пышная. Насыщенная. Приятная. А, видите, еще такая пористая. И очень хорошо впитывает соус. Хорошо, вкусно. Переходим к нашему сегодняшнему главному гостю. Хабанеро лайм от булдак. В мексиканском стиле лапша. Выглядит прекрасно. Как всегда, булдак всегда выглядит прекрасно. Такой красивый, золотистый цвет жареной блоки лапши. А потом съедаешь, у тебя глаза начинают на луку лазить. Да, все, как я предполагал. Это вкусно. Первый вкус, который ты чувствуешь, это лайм. Такая кислинка приятная. А потом, где вступает хабанеро. И вот сейчас я начну потеть, как сука. Не экстремально остро, но остро. Ух! Не, булдак умеет, конечно, работать с перцем. Вот чувство, как будто тебя... Вот на смеси того, что то ли горит, то ли тебя бьют. Это остро. Это кисло. Кисло-сладко, это вкусно. И довольно по-мексикански. Пока я еще могу говорить. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Оставьте комментарий. Всех люблю, кроме некоторых. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...